Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Мы привыкли к тому, что чаще всего животные заводят дружбу и хорошо ладят только с представителями своего вида. Однако даже если кошка отлично уживается например с собакой, мы не особо удивляемся такому положению вещей. А вот дружба, о которой будет рассказано в нашей сегодняшней истории, действительно вас удивит. Наверняка, вы и представить себе не могли, что настолько разные животные способны не просто поладить, но и стать друг для друга настоящим спасением. В зоопарке, что находится в 60 километрах от Брюсселя, Бельгия, проживает небольшое семейство орангутанов, а именно 24-летний самец Удзян, его 15-летняя жена Сари и их 4-летний сын Бернай. Все трое в зоопарке считаются суперзвездами. До начала всемирной пандемии вокруг вольера каждый день собиралось огромное количество посетителей. Обезьянам такое внимание очень истило, в ответ они заигрывали с гостями и не стеснялись показывать себя во всей красе. Словом, эти обезьяны жили и не знали горя. Но в один момент вся их жизнь резко переменилась. Из-за пандемии администрация зоопарка закрыла его от посетителей, и семейство обезьян, вмиг лишилось своей главной радости общения с людьми. У них пропал аппетит, а игривое настроение сменилось переживаниями и агрессией. Обезьяны были очень расстроены. Работники учреждения знали, что этим животным было нужно людское общение, но даже не предполагали, что настолько. Смотритель зоопарка Мэтью понимал, если так пойдет и дальше, обезьяны просто могут погибнуть от скуки. Вначале работники учреждения решили сами развлекать орангутангов, но те прекрасно осознавали, что видят перед собой вовсе не посетителей. Если это и помогало, то совсем немного. И тут смотрителю пришла в голову одна интересная идея. Мужчина отдал поручение, чтобы на территории, где проживает эта троица, проложили искусственную реку. А начинаться река должна была из вольера, в котором обитали главные бандиты и хитрецы зоопарка Выдры. Эти маленькие зверьки скучать здесь не давали никому. Они сразу же отправились изучать канал и вскоре оказались на территории обезьян. Первым встречать гостей выбежал Бернай, этот малыш не видел ничего подобного раньше. Он протянул лапу, а одна из выдр подошла поближе, после чего животные стали обнюхиваться. Когда оба поняли, что опасности нет, то тут же затеяли веселую игру. Удзян и Сари сначала испугались за сына и поспешили к нему на помощь, но вскоре поняли, что Выдры совсем не опасны. Орангутаны не только позволили своему малышу играть с новыми приятелями, но и сами захотели познакомиться со зверьками поближе. Удивительно, но они разрешили Выдрам бегать прямо по своим плечам, спине и даже голове. Настроение обезьян быстро изменилось в лучшую сторону. Теперь почти все свое время они проводят вместе с Выдрами, играя в догонялки или прятки. Так, Выдры прячутся под стволами деревьев, а Бернай бегает по вольеру, чтобы их отыскать. Выглядит все это, как игра обычных маленьких детей. Работники зоопарка называют такое общение невероятным, а фотографы едва успевают делать снимки. Все кадры получаются просто восхитительными. Для этих фотографий в зоопарке даже появился специальный стенд. Смотритель Мэтью и другие сотрудники не перестают радоваться тому, насколько удачной оказалась идея проложить в вольерах искусственный канал. Несмотря на то, что сейчас зоопарк уже открыт для посетителей, обезьяны не перестали дружить с Выдрами. Маленькие зверьки почти всегда находятся на территории орангутанов. Эти животные совершенно разные по образу жизни, однако ничего не мешает им наслаждаться обществом друг друга. И людям, конечно, есть чему у них поучиться. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории. Субтитры сделал DimaTorzok